И разумеется, этот вечер нельзя будет считать удачным, если Тхарам Джи не скажет несколько слов. Давайте попросим его об этом. Дамы и господа, я с удовольствием передаю микрофон Тхараму Джи. Тхармендра, награда за вклад в развитие кино. Дамы и господа, добрый вечер. Я счастлив, что пришел сюда сегодня. А я ведь перестал посещать подобные мероприятия. Но не смог навсегда удалиться от нашей киносемьи. Последние 40 лет я через фильмы делился с вами любовью, которой полна моя душа. В ответ я получил еще больше любви. Все эти годы я жил в ваших сердцах, и вы давали мне силы идти к новым целям. Не будь любви вашей, не дари вы мне свет, не достиг бы я ничего и за тысячу лет. Однако были у меня и ошибки. я относился к профессии не как к работе, а как к своей возлюбленной. Относись я к ней как к профессии, я бы тоже усвоил правила игры, и у меня была бы куча наград. иногда у меня спрашивают «Тхарамджи, почему вам не дают наград?» А я ответил «Да я не умею их получать». Я, как здесь уже было сказано, я родом из Пинджаба, эдакий простодушный парень. Приехав в Бамбе, я окунулся в совершенно новый мир. Наблюдал, как работают Радж Капур и Деф Ананг. Наблюдал за игрой талантливейших актрис, Мадхубалой, Миной Кумари. Смотрел и учился. Я просто не мог поверить, что этот рай существует на самом деле. И думал, а вдруг когда-нибудь и я смогу вступить в него. Я каждый день молился об этом. И однажды Господь, наконец, сжалился надо мной. Судьба была милостива ко мне. Возлюбленная ответила мне взаимностью. Приняла меня в свои объятия и не отпускала в течение сорока лет. Бывало, я хотел остановиться, но она не давала. А хотела остановиться она, не давал я. Когда я вижу нашу молодежь, во мне вновь просыпается желание испытать эту волшебную силу. Хочется оказаться на месте шахруха рядом с Айшвари. или напиться вдрызг и сказать Чандрамукхи. И какой несчастный будет пить, чтобы легче жилось. Я пью, чтобы иметь возможность дышать. я очень благодарен Сан Суи за то, что на моем сертификате звезды поставили печать и стряхнули с него пыль. Несколько лет назад его уже обновляли, уже ставили печать. Я тогда получил награду Фильмфэр. Так что, может, теперь так и пойдет. Потому что, как я посмотрю сейчас, награды щедро раздавать стали. А если нет, то я снова превращусь в веру из фильма «Месть и закон», напьюсь стельку, украду этот сертификат и заберусь на водонапорную башню и скажу «Киношники, если не поставите мне печать, я прыгну, честное слово, прыгну вниз и расшибусь в лепешку. А если я погибну, вы все сядете в тюрьму, прямиком в тюрьму отправитесь, помяните мое слово. А какая-нибудь тетушка снова примется меня уговаривать. Веру, слезай, будет тебе печать. Я отвечу «Иду, тетушка, иду, смотрите, я иду, пожалуйста, поставьте мне печать. Я не могу без кино, вдали от этого мира. Я уже отвык от камер, и сейчас чувствую себя как рыба, выброшенная на берег. Помолитесь, чтобы мне еще выпал шанс предстать перед вами и порад и порадовать вас. Будьте счастливы. Спасибо, Сан Суи, спасибо всем вам. Спасибо вам, детки. Между прочим, Бобби мне сегодня сказал, «Папа, плохи мои дела?» Я удивился, как так. А он надо будет танцевать, когда тебе будут награду вручать. И тут я вспомнил, что когда уезжал из дома, отец спросил у матери, «Он что там в Бомбее? Плесуном заделается?» Если станет актером, домой пусть не возвращается. Но я вернулся, хоть и стал актером. Так что я сказал Бобби, «Сынок, в наше время нельзя быть актером, если ты не умеешь танцевать. Сейчас для актера это самое важное. Сначала танцевать выучись, а потом можешь за каратэ взяться, за дзюдо, да за что угодно. Тогда все тебе будет легко даваться. Будьте счастливы, танцуйте, а я иногда буду появляться перед вами. Спасибо за вашу любовь. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И Paula субтитры Алексею Дубровскому!